Столица Южного Урала, город Челябинск, накануне прогремел на всю страну. Прогремел как в прямом, так и в переносном смысле. То есть сначала наяву, а затем в тысячах информационных сообщений СМИ и интернет-пабликов. Поводом к попаданию в новостную повестку стал взрыв, прозвучавший в пять часов вечера в южной части города в Советском районе и огромный столб дыма, поднявшийся над местом взрыва. Грибок такой. Бахнуло так бахнуло. Ничего себе. Взорвали. Апутыть. Это взрыв. Что-то у нас на карьере на нашем сжахнуло. Сжахнуло очень даже. Ой-ой-ой. То, что взрыв произошел на щебеночном карьере, а так оно и было, сразу догадались далеко не все челябинцы, а лишь проживающие вблизи Новосмолинского карьера. Жители поселков Новосенеглазово, Смолино, Сосновка, Шершни. Для большинства же горожан произошедшее накануне стало неприятной неожиданностью. Не будем пересказывать все прозвучавшие накануне слухи. Думаем, вы и сами догадываетесь об их содержании. Но даже официальные СМИ в первые минуты писали о выезде к месту происшествия спасателей и правоохранителей. Нет, прогремевший в Челябинске взрыв действительно был технологической процедурой, используемой при добыче полезных ископаемых. В данном конкретном случае строительного гранитного щебня. Но все же необычный по своим масштабам. Что-то взрывали карьерно, такого дыма не было вроде от него. Ну, прям был. В управлении МЧС по Челябинской области подтвердили, что после ряда сообщений очевидцев о взрыве и облаке черного дыма, их специалисты действительно выезжали в Новосенеглазово, где установили, что при производстве горно-взрывных работ накануне было использовано большее, чем обычно, количество взрывчатки. Это было сделано в связи с промерзлостью грунта. Подрыв произошел штатно, никто из людей и техника не пострадали. Тем не менее, челябинцы кое о каких разрушениях все же сообщают. Так, в жилом комплексе «Привилегии» в одном из домов в подъезде на лечной клетке вылетело стекло. Другой горожанин сфотографировал трещины в стенах и потолке. Правда уточнил, что эти трещины образовались не вчера, а в результате регулярно повторяющихся взрывов на карьере. Живущие поблизости от карьеры автомобилисты вместе со снегом сметали со своих машин гранитную пыль. Ну, а главная претензия горожан в том, что о подобных работах неплохо было бы предупреждать. Старожилы утверждают, что ранее таким взрывам предшествовала долгая протяжная сирена. И вообще взрывали всегда в одно и то же время, в 15.40. Все об этом знали и ничего додумывать не пытались.